Всем большой Францефутбол! Сегодня у нас 33-й тур чемпионата Франции PSG Monaco. Бонсуа, дорогие друзья. Играем мы сегодня PSG Monaco. Как Александр уже сказал в студии FIFA прогнозы этой замечательной программы, которая на прошлой неделе наконец-таки угадала результат матча. Ну, не прямо уж конкретно, а именно то, что арсенал Тула победит ФК Уфа. Сколько бы ни верили в Тулу, она все-таки победила. И мы, по-моему, угадали количество мячей Уфы. Да, один. Мы это угадали. Сегодня у нас Лига 1, два гранда новейшей истории футбола. Это не Леон, это не Бордо, а именно это PSG и Monaco. Александр, ставки? Ну, до ставок я бы хотел напомнить. Всего три матча назад эти команды сыграли финал Кубка Французской Лиги. И там PSG победил 3-0. Это определяет, наверное, расклады и в этой игре. Поэтому букмекеры считают, что у Monaco шансов нет практически абсолютно. 1xbet дает на победу гостей в этом матче 9,5, Olimp 9,25 и Vinline 9,28. Очень жирно. Ну и понятно, что практически нереально. Ничья 6,15 у 1xbet, Vinline 6,34, 6,25 у Olimp. В целом тоже исход практически нереальный, как считают букмекеры. Я думаю, что сегодня у нас тоже будет нереальный исход матча. У нас практически всегда так происходит. Но на PSG в целом 1,32, а у 1xbet и Olimp 1,30 у Vinline. Выглядит достаточно, ну, как сказать-то, блин, просто, обычно. Ну, чуть-чуть больше, чем я ожидал. Я думал, там будет 1,18, 1,2. В целом ставки вот такие, но на Monaco никто не рассчитывает. Я думаю, вот сегодня у нас Monaco будет победителем в матче и с большим таким голевым отрывом. Да, проблема вся в том, что просто за Monaco буду играть сегодня. Я, Александр, буду играть за денежные мешки из Эмиратов. Ну, а ты за денежные мешки из Monaco. Ну, ты за более выраженные мешки будешь играть. Итак, PSG Monaco, очередной тур Лиги 1. Поехали. Просто отдал мяч и ушел. Должен быть. Архим, не Мария! Не Мария! О, Господи, что творит этот галкинг? Отлично. Нет, не отлично. Вот это тоже было. Я просто мяч вообще не вижу. Честно говоря, у меня такие же проблемы. Нет! Да. Спасибо, Бубан. Он нижними ножничками хотел ударить. Задняя работа. Да. Сейчас мне будет, он зря, ну, полетит. Ну, что это такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Субашич такой, Субашич. Что это за пасы такие? Ну, так мы-то. Я все сквозь залип. Ой-ой-ой. Умеешь выгонять защитника? Пошли вон. Пошли вон отсюда. Вон пошли отсюда, сказал. А, нет! Да! Асм забивает пассажир. Асм, 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 блядя. Это звучало как окош. Ну, ты понимаешь? Главное. А вот Юлька Дракслер не такой. Он уже сидел. Пока атак нет, можно было и в старой мемасике вспоминать. Видишь, не зря вспоминали. 1-1. Такование, якование, такование, якование. Ну, это было... Такое. Трудовой гол, что называется. Спирт. Он с трудом. Ай, щелочку нашел! Передаем привет. Тимбо Куртула. Перерыв. 1-1. Вон он, оператор с крутой камерой катается там. Вот это графон сейчас выбрать. А по ударам-то все очевидно. 57-43 владения, 7-1 по ударам. Как обычно. Классик. Кто выиграет, точно не я. Выиграет судья. Счет на табло. Который этот. На 96-й минуте, и плеваешь, что добавлено всего 3, поставит пенальти. 80-я минута. Я думаю, пора делать волшебные изменения в составах, Которые абсолютно ничего не принесут. На которые меня голубь принесут, я в этом не верю. Да ты до изменений забьешь. Я забил. Почему Ареаля стоял? Я же нажимал на выход еще, когда началась подольше. Тут просто генеральный спонсор помогает. Фидун ком же. Андрейш, Фидун ком. Это Фидун все купил. Да. Меняй. Не ховчу. Ой-ой-ой. Опасно. Сейчас я просто бегу вперед и забью тебе третий. Без шансов сейчас тебе что-то не будет делать. Ну, как я и говорил, братан. Ну, так что третий я не забил. Чем они занимались вообще, я не понял. Это просто ужаснейший провал. Слушай, ну вот сейчас игра пошла. Вот в самой концовке уже интересная. Счет 2-1 в пользу Монако. И так ясно было понятно, кто победит в этом матче. Потому что даже с тренеришкой не можешь выиграть. Ну, в этот раз было не так все плохо, как в матче предыдущем. Если в прошлый раз мы счет угадали, то тут я в этом не уверен. Честно говоря. Я все-таки... Ты все-таки думаешь, что пассажир выиграет? Я уверен, что пассажир выиграет. Причем закинет как минимум двушечку. И ворота своя станет, оставит сухие. Даже несмотря на то, что Неймар в этом матче участие не принесет. Посмотрим, как будет. Я просто ссылаюсь на то, что... Вон, тренеришка, кстати, сзади нас. Можете наблюдать сейчас. То, что тогда они играли за кубок. А Монако не был обладателем кубка лиги в прошлом сезоне. Он был обладателем кубка чемпионата лиги. И здесь они его будут защищать. Ну, смотри. Хотя бы в очном противостоянии. 14 очков недобора до ПСЖ. Поэтому я не думаю, что... Вообще, в целом, по ходу чемпионата есть какие-то шансы. Ну, теперь уже понятно. Догнать шансов нет. Ну, и вообще, в целом, Монако по игре в этом сезоне. Естественно, после такой распродажи, которую они устроили летом, результаты не такие хорошие, как в сезоне предыдущем. Ну да, ну будем смотреть. Будем смотреть этот матч вместе с вами, друзья. Напоминаю, наш счет был 1-2. Нашим прогнозам теперь можно верить. Ну, не знаю. Но это не точно. Когда я выиграл, я сидел на твоем месте. Сейчас я вернулся на свое. И опять, наверное, не зайдет этот прогноз. Слушай, да. Вот, может быть, в этом. Вот мы узнаем в следующем выпуске. Тогда мы вам и скажем, сбылся прогноз или нет. Ну, а чтобы узнать самим, можно просто посмотреть. На следующий выпуск, я думаю, можно уже сделать превью. Что у нас будет в следующем выпуске? Какой мальчик. Вау. Да. Можно. Ничего сложного. Просто будем в следующий мальчик катать ЦСКА против Краснодара. Потом воочию будем с вами наблюдать на стадионе веб-арена. Еще раз. Допускай. На этом все, друзья. Программа подошла к концу. Большое спасибо за внимание. Это Александр Дегтярев. А это какой-то парень в пиджаке. Роман Калинсков. Увидимся на следующей неделе. Пока.